Эй, привет! Расскажу вам немного об озимой пшенице. Слушайте внимательно. Можете невнимательно. Итак, озимая пшеница культура достаточно пластичная. И иногда мне кажется, что озимой нужно сеять больше. И в целом, если вы как бы для себя стратегию выбираете, то независимо от того, какой у вас предшественник, и если есть какие-то проблемы с техникой, то долю озимой пшеницы лучше от площади пашни составлять, чтобы от площади пашни, от ваших угодья, она составляла где-то 30%. Тогда вам будет легче. Понятно, легче. Вы снимете нагрузку с весны. Понятно, что не всегда у вас подходящие предшественники, но в то же время озимая настолько пластичная, что она будет в любом случае себя оправдывать. А если вы будете еще с удобрениями хорошо работать, и фунгицидами защитить, и инсектицидами в нужной фазе, то вы, скорее всего, даже получите такой же урожай. Конечно, где-то будет минус, особенно по стернивым предшественникам. Все равно там азота будет не хватать. Что касается предшественников, сев по разным предшественникам, могу сказать одно. То есть, даже если вы будете сеять после гороха, убирайте конкурентов. То есть, убирайте сам горох, убирайте падалицу горох. Сложно, если вы сеете по ячменю, убирайте падалицу ячменя. То есть, если у вас есть промежуток времени, к примеру, там, две недели, месяц, у нас, чаще всего, это полтора месяца, месяц, месяц, полтора месяца. Ну, по-разному. То за этот период лучше этих конкурентов убрать, потому что они очень сильно, ну, много сил отнимают у азимой пшеницы, которую еще нужно перезимовать. Представьте себе, если она не раскустится, будет слабенькой, будет мучиться потом под снегом, ее будет долбить лед, морозы. Какие-нибудь бактерии и грибы. Поэтому здесь нужно к этому подходить серьезнее, как бы, вот это самый такой основной момент, бороться с конкурентами. Если же у вас, как бы, есть возможность азимую пшеницу, ну, можно сказать, прямым севом, без всяких там предварительных обработок, ну, мы, мы иногда это, это практиковали, к примеру, там, после соемы. Бывало, что без всяких предварительных загоняли сеялку и сеяли практически сразу вслед за уборкой. То есть эти вещи получаются, так же, как и после гороха можно посеять, даже после ячменя. Но если у вас поле все же через месяц зазеленело, уберите этих конкурентов, потом сеете. Или сеете, потом убираете этих конкурентов. Такие моменты осеннюю, как бы, посевную кампанию. Почему? Потому что вам не надо тратить ресурсы на то, чтобы ворошить вот этот верхний слой, перемешивать все. Плюс у вас, скорее всего, будет достаточно там азота, потому что процесс минилизации в почве, он уже не останавливается, и за месяц почва хоть немножечко-то отдыхает. То есть эти плюсы, они, они будут помогать азимой чувствовать себя комфортно. Почему я говорю именно вот так? Да дело в том, что мы всего лишь ворошим там эту почву. Чаще всего мы ее ворошим для того, чтобы проросла наша падалица. То есть вот так. Просто не всегда нам тот же рапид позволяет сеять напрямую из-за того, что солома может забиваться и не проходить между дисками, то есть смедляется сепарация из-за соломы почвы земли. То есть вот такие вот проблемы возникают. Поэтому приходится нам иногда, даже не иногда, мы всегда практически делаем предварительно. А если тем более, если горох лег, то здесь вообще проблемы возникли. Делать не одну, а две. Две дисковки. Поэтому, если у вас есть возможности работать напрямую, прямым псевом, то пользуйтесь этим. Пользуйтесь этим. Это как преимущество. Это ваше преимущество. Что хочу сказать по азимой пшенице. В любом случае, по азимой пшенице вы будете получать больше урожая, чем по другим культурам, даже если будут у вас стрессовые ситуации в течение там вегетации, в течение там весна будет сложная, или еще что-нибудь. В любом случае, азимой можно выйти, выехать и далеко доехать. Почему? Азима, пшеница, культура, вообще зимы, они все пластичные. Пластичные. То есть, они... Ну, дело в том, что, во всяком случае... Дело в том, что у азимой чаще всего благоприятные условия. То есть, чаще всего осень у нас почва влажная, корневая система пронзает эту почву и развивается. Когда приходит весна, почва влажная, идет дальше развитие корневой системы и проникновение уже под тот же... Под пахарный фронт. То есть, корневая система... С корневой системой у азимы все отлично. Если сравнивать, то там, по некоторым данным, где-то доля корней азимой пшеницы, где-то занимает 70% вегетативной массы. То есть, это достаточно весомая цифра. Почему? Потому что, если сравнивать с кукурузой, то кукуруза где-то всего лишь 14% доля корней от вегетативной массы. Поэтому кукуруза является полезной культурой, особенно при нулевых технологиях. То есть, вот такие вот данные есть. Поэтому азимая пластичная. Здесь нужно убирать конкурентов, особенно на старте. Дальше азимой будет легче. Можно использовать какие-нибудь гербициды, но мы чаще всего этого не делали. Но у нас чаще всего это идеальные достаточно предшественники. У меня были случаи, когда мы, к примеру, дисковали горох. И в надежде, что в итоге потом, после того, как пальдолица взойдет, мы сможем ее взять своим пассивным комплексом. То есть, вот этими двумя рядами активных дисков, рапидом. Но это не получается. Мы можем срезать, мы можем подрезать, мы все убрать не можем. Поэтому в какой-то прекрасный момент, в какой-то один момент мы приняли решение работать гербицидами сплошного действия за 2-3 недели. И мы ушли от этих проблем. У нас в целом поля стали чистые. Даже если какие-то сорняки пробивались, они не как в целом на общую массу, на общий массив азимы не влияли. Азима становилась все сильнее и сильнее. Главное дать старт. Главное развивать корневую систему. Главное, чтобы корневая система развивалась и углублялась. Тогда не будет как стресса. Что касается нормы высева, то здесь как бы мнение двоякое. То есть, можно и уменьшать нормы высева. Но чаще всего мы боимся того, что азимая пшеница плохо перезимует. И да, и будет слабый стеблистой. То есть, будут пятна, будут выпады. И мы где-то сеем 4-4,5 миллиона. Но в целом бывали случаи, когда мы все было хорошо, все было отлично. То есть, 4 миллиона это такая вот нормальная цифра. Это где-то 200 килограмм, если ваша масса 1050 грамм. Так, что еще можно сказать? Ну, в целом, это вот такой вот, пока это про осень. Про осень. Удобрение. Удобрение можно вносить. Дело в том, что если желательно в рядок вносить, желательно вносить, если они у вас есть, желательно вносить, конечно, в рядок. Почему? Потому что, если вы будете работать, в любом случае, они будут в зоне 5-7 сантиметров, а корневая система глубже. То есть, они не будут работать, а особенно сложные удобрения. Они в любом случае не будут эффективными. Фосфор и калий, они не опустятся вниз. Вот и все. Если вы будете работать азотом, да, азот здесь будет, как бы, вам помогать. Азот опустится вниз. Но фосфор и калий не опустятся. Поэтому здесь желательно давать небольшие дозы в рядок. То есть, можно ограничиться небольшими дозами для старта в рядок. И у вас будет плюс. А так, желательно, если говорить об удобрениях, если у вас есть какие-то проблемы, заправлять предшественники. То есть, заправляйте предшественники под основную обработку, чтобы это все распределялось по пахотному горизонту. И от этого эффект будет больше, чем вы будете просто бросать перед севом. Чаще всего то, что вы бросаете перед севом и видите какой-то эффект, это работа азотового удобрения. Если вы бросаете, например, такое удобрение, как там азофоска, там 16-16-16, то эффект от 16% азота, он будет виден. А вряд ли это будет фосфор и калий. Хотя, конечно, фосфор и калий будут помогать. Но процент того, что они там будут работать, очень маленький. Поэтому, если вы хотите какое-то основное удобрение вносить, а именно сложное удобрение или какой-то отдельный элемент амофос, вносите в рядок. От этого будет больше эффект. Причем вы можете сокращать норму. Сколько можете сокращать? Может быть, 30 кг того же амофоса, 50 кг амофоса. То есть, плюс еще, фосфор самый неподвижный элемент, который существует. Самый неподвижный, самый тяжелый. То есть, тут тоже есть проблемы у растений, чтобы его добыть. Так, в целом, в почве все есть. Потому что, если вы стремитесь к тому, чтобы увеличить урожайность, и вы получаете хороший урожай, получаете хорошую вегетативную массу, ее оставляете в поле, запахиваете, заделываете или просто спешиваете, вы не забывайте, что вы много элементов вносите с подпахотного горизонта. Вы очень много вносите. Даже если вы будете не работать сложными удобрениями. Чаще всего сложные удобрения, которые мы пытаемся там компенсировать, они даже, мне кажется, на 10% не доходим до этой компенсации. Поэтому здесь, в основном, вот этот круговорот, он очень сильно помогает. То есть, поднимаем элементы с подпахотного горизонта, потому что даже корневая система азимой пшеницы, она доходит до 2 метров. Поэтому и вся эта вегетативная масса настроится на тех элементов, которые, опять же, в пахотном горизонте. Там, конечно, есть какие-то базовые элементы. Там, опять же, у нас органическое вещество, которое там держит влагу, обеспечивает азотом, каким-то фосфором и калием. Но в то же время, когда я смотрю анализ почвы, я понимаю, что у нас не будет там фосфора и калия на 6 тонн азимой пшеницы. Но не будет. То есть, и даже вот эту потребность мы не можем компенсировать на 10-10%. То есть, мы компенсируем, носим, к примеру, азотом, азотом, азотом. Но это не компенсирует это. Не компенсирует. Поэтому чаще всего это мы поднимаем элементы с подпахотного горизонта. И плюс, опять же, мы рыхлим почву и заставляем ее минерализировать те, как бы, недоступные формы, те формы, которые лежат в органическом веществе. То есть, ну, опять же, что мы под горох делаем почвообработку, под азимой практически ничего не делаем, а только немножко дискуем, там, на 5 сантиметров. Иногда врезаем. В стернё. Какие предшественники мне нравятся? Не нравятся, конечно, стерневые предшественники мне не очень нравятся. А не нравится предшественник соя, потому что чаще всего на по сои не хватает азота. Ну, вот я встречал такие вот моменты. Особенно, если у вас много растительных остатков, то есть, и вы чуть-чуть продисковали это поле, это почву, то вы можете получить такой эффект, что у вас вроде бы осенью все вроде будет неплохо, если почва будет влажнее, а весной все замирает и не хочет растительных остатков. А если вы, к примеру, сделаете почвообработку поглубже, если у вас влага позволяет это, где-то на 10 сантиметров перемешаете это растительные остатки, то эффект от этого будет намного лучше. То есть, это и всё на опыте было. Или когда у вас растительных остатков не так много. Оставшийся от соя. Поэтому соя не самый лучший предшественник. Есть проблемы. То есть, там тоже нужно вносить удобрения желательно. Желательно добавлять ещё и азотные удобрения, потому что потом уже этих удобрений... То есть, азота не хватает, не хватает других элементов из-за вегетативной массы. И так, ну всё. Я думаю, это и так. Я много, наверное, отнимаю у вас времени. Поэтому всего хорошего. До свидания. Если что, пишите. Я буду вот так понемножку выкладывать, потому что я не могу сказать, что я вам рассказываю свой опыт, как я вижу, как всё это будет работать. Это всего лишь моё видение. Я надеюсь, оно вам поможет. Если что, задавайте. Могу по телефону, могу письме, по скайпу. То есть, не проблема. Обращайтесь. До свидания. До свидания.